В Симферополе чествовали сборную КФУ по футболу. Напомним, она выиграла третье подряд чемпионство Национальной студенческой лиги. Теперь на очереди новый поход за медалями и международный опыт. Подробнее о целях и задачах, главное на сегодня футбольные команды полуострова, смотрите прямо сейчас. Валентин Манякин. Манякин часто смотрит за подвигами воспитанника студенческой сборной КФУ Владимира Сычевого и уверен, что нынешние звезды команды вполне готовы для следующего шага. Я думаю, мы своей командой могли бы спокойно в ФНЛ заявиться и играть там вообще без проблем, где-то в серединке идти. У нас очень хороший коллектив, все ребята квалифицированные, поэтому дальше больше, что говорится. Главное, чтобы была поддержка со стороны правительства. Она помогла самобытной сборной КФУ стать настоящим спортивным проектом, который сделал ребят лицом российского спорта. Именно студенты, первые в крымском футболе, кто получил стабильность на общенациональном уровне и уже пробовали себя на международном. Это направление, кстати, собираются и дальше развивать. Сейчас мы понимаем, что спорт, возможно, университетский, это выход вообще для спортсменов Российской Федерации. Поэтому ближайшее, что мы видим, это турнир России-Африка, к саммиту России-Африка. Возможно, он пройдет в Петербурге, по крайней мере, так пока мы планируем. А дальше, возможно, организация каких-то турниров либо на азиатской территории, либо на африканской территории. В этом заинтересованы в том числе азиатские команды, а африканские, потому что необходим турнир для того, чтобы расти спортсмены. Помимо результата, успех сборной КФУ обеспечивает перспективу. Строгий возрастной ценз НСФЛ стимулирует воспитание новых чемпионов. В частности, для этого существует и развивается вторая сборная университета. Еще ВУЗ получает возможность создания эффективной системы спорта. Наши ребята имеют определенную химию, которую создали сами, и которые создал коллектив, создал менеджмент, создал... Вот каждый приложил определенный кусочек своего труда, и получилась эта машина, которая называется Крымский федеральный университет. Четверо ребят, которых мы взяли, они нас усилили. И в дальнейшем у нас уже тоже есть два-три хороших футболистов с КФС, которые летом нас усилят. В нынешнем году КФУ будет защищать титул сильнейшей студенческой команды страны уже в Суперлиге имени Игоря Гамулы. Напомним, формат предполагает круговую систему и участие в ней семи лучших команд группы А.